Окей. Ну, давайте двинемся дальше в нашем изучении линейной алгебры и выпакового программирования. На прошлом занятии, вы помните, мы с вами рассмотрели, ну, по большому счету, такой экскурс в линейную алгебру с большим фокусом на SVD, SVD-декомпозицию. Идея, которая за этим стояла, заключалась в том, чтобы, как это лучше сказать, в том, чтобы дать вам инструменты для решения системы линейных уравнений. Ну, можно так сказать, инструменты линейной алгебры. Вот сейчас мы эти инструменты попытаемся применить для некоторого класса практических задач. Просто, чтобы вас сориентировать, где мы находимся в нашем изучении, сейчас мы с вами попытаемся разобраться, как можно власть наше знание, использовать для решения некоторого класса задач, которые решаются то, что я называю аналитическим. То есть их можно решить, используя псевдообращение, SVD и так далее. Это будет класс задач. Относительно большой, но не бесконечный. После этого мы начнем смотреть на задачи, которые нельзя решить аналитически, где требуются, грубо говоря, градиентные спуски. Мы, когда мы начнем про это говорить, мы увидим, что нам не нужно будет писать самим никакие градиентные спуски. Они уже для нас написаны. Но вот эта разница между другими классами задач, ее важно понимать. Как я показывал на первой лекции, разница в скорости между аналитическим решением, то, что я называю аналитическим решением, и решением, используя градиентные спуски, она может быть в 20 раз, может быть и больше. Поэтому сейчас для нас задача посмотреть на то, что мы можем решить, используя инструменты линейного добра, скажем так. Окей, ну давайте начнем. Перед тем, как мы начнем говорить про задачи, давайте посмотрим с вами на то, как выглядит оптимизационная задача вообще. Оптимизационная задача обычно записывается математически, используя вот некоторую такую условную систему обозначений. Мы записываем ее вот как-то вот так. Конкретно мы записываем ее в такой форме. Мы говорим минимизируем, минимайз. Под словом минимайз мы обычно указываем то, какие у нас есть переменные. Но давайте перед этим мы и говорим, что мы минимизируем. Минимизируем мы некую кост-функцию. Некую кост-функцию. Эта кост-функция зависит от переменных. Эти переменные, они у нас как раз, они как раз у нас вот здесь. То есть под словом минимайз мы перечисляем все переменные, которые мы можем менять для того, чтобы минимизировать что-либо. Что именно мы не минимизируем? Это вот зеленая кост-функция. Далее у нас есть ограничения. То, что мы называем констрейнты, констрейнтс. И вот эти ограничения, они у нас перечислены после слова subject to. То есть вот так вот стандартно записывается оптимизационная задача. Мы говорим, что нам нужно минимизировать. Какие у нас есть переменные. Мы говорим, какие у нас есть ограничения. И это все. Заметьте, что в оптимизационной задаче по факту вот есть только три вот эти вот элемента. Кост-функции, которые нужно минимизировать. Ограничения, которые нужно удовлетворить. И переменные, которые мы можем менять. В оптимизационной задаче нет ничего другого. Это вот важный аспект, который, ну, может быть сейчас он звучит для вас очевидно, но люди делают ошибки постоянно в этом. Да, то есть в оптимизационной задаче не может быть, например, какой-то величины, которая не является ни кост-функцией, ни ограничением, ни переменной, которую можно менять. Вот нельзя что-то еще добавить. И вот это вот вызывает зачастую некое непонимание. Вот это все, что там есть. Окей. У вас, может быть, есть закономерный вопрос. Почему именно minimize? Почему не maximize? На этот закономерный вопрос есть очень простой ответ. Если вам нужно что-то максимизировать, то вы умножаете это на минус единицу, и вы получаете минимизацию той же самой величины. То есть от того, что вы попросите максимизировать, ничего не поменяется, просто, ну, там, минус появится перед кост-функцией. То есть это никаким образом не влияет на характер задачи. Хорошо. 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 Давайте посмотрим пример конкретный. Вот, например, минимизируйте, пожалуйста, функцию f of x переменными, где являются x. x-то переменными. Subject to. Это вот constraint наши. И вот здесь equality constraints, то есть равенство. И здесь вот неравенство. То есть вот эти вот equality constraints – это какие-то уравнения обычной формы. А здесь это системы неравенств. Вот это такая типичная оптимизационная задача. В оптимизационных задачах можно придумать чуть более общую, скажем так, форму и так далее. То есть вот то, что я здесь записал, это, ну, можно обобщить еще более сильно. Но это достаточно общая форма. Давайте я обращу ваше внимание, это тоже, наверное, очевидно, но f of x – это скалярная функция. То есть она функция многих переменных, но она возвращает скаляр. То есть она возвращает одно значение. И это значение – это будет действительное число. То есть не комплексное число, не квадронион, не матрица – действительное число. Почему? Потому что иначе понятие минимизации будет неопределено. То есть понятие минимизации – это вообще понятие, связанное с действительными числами. Ну, если хотите, рациональными числами, натуральными числами. Но как наиболее общий вариант из всех перечисленных – это действительные числа. Вот у вас number line. Number line – строка из действительных чисел. Вот у нее там есть ноль где-нибудь вот здесь. И вот на этой строке понятно, что значит минимизировать. Минимизировать на этой строке – это означает двигаться в эту сторону. То есть минимальный элемент на каком-то множестве. Давайте я вот множество нарисую сейчас для вас. Вот минимальный элемент на каком-то множестве. Этот элемент, который наиболее слева. То есть этот элемент наиболее слева – вот он. Это и есть минимальный элемент. То же самое нельзя сделать на плоскости. На плоскости у вас нет какого-то минимального элемента, который явно определен. Понятно, что можно ввести там какое-то представление минимальности. Можно дать какое-нибудь направление, в котором что-то минимизируется. Но в таком случае путем замен переменных можно всегда обратно вернуться к этой строке действительно чисел. То есть оптимальность в каком-то смысле, вообще минимизация, самопонятие, оно абсолютно связано с этой строкой. Есть более, скажем так, более сложные понятия оптимизации, оптимальности. Например, пара оптимизации, может быть, кто-то из вас слышал. Но при том, что они интересные, мы, может быть, даже на них посмотрим немножко, в конечном счете почти все, что мы делаем в оптимизации, сводится именно вот к этому, к тому, чтобы найти какую-то функцию, которая является скалярной функцией, и использовать тот факт, что для действительно чисел определено понятие меньше-больше. Это понятие не определено для векторов и так далее. Оно определено для действительно чисел. Окей. С этим вот во многом связаны наши возможности оптимизации. Окей. Окей. Давайте посмотрим на вот этот, как выглядит вообще оптимизационный проблем. Давайте посмотрим на некий специфический случай. Мы, ну, подробнее, наверное, в будущем еще посмотрим, рассмотрим, но давайте вот пока посмотрим. Это вот так. Предположим, целевая функция равна нулю. Вот такая вот интересная задача. Предположим, целевая функция равна нулю. То есть, она у нас скаляр, все правильно, но она не меняется. То есть, она никак не зависит от наших переменных. Это вполне себе легитимная задача. И мы называем эту задачу feasibility problem. То есть, вот очевидный случай, когда я не знаю, как по-русски перевести это, проблема осуществования, можно так сказать. Проблема осуществования. Что она означает? Означает, что любое число, которое удовлетворяет вот этому уравнению и вот этому уравнению одновременно, любое такое число будет решением задачи 3. То есть, поскольку целевая функция равна нулю, то абсолютно неважно, какое x вы выберете. С точки зрения оптимальности, они все абсолютно одинаковые. Поэтому в этом случае решением задачи будет являться любой x. И задача состоит в том, чтобы определить, а вообще есть ли хоть один x, который удовлетворяет одновременно, и этому уравнению, и вот этому уравнению. Да, это вот такая задача. Понятно, что можно придумать массу количества задач, которых x не будет удовлетворять одновременно этим двум уравнением. Можно даже придумать такое уравнение, которое одно, не будет иметь x, которое ему удовлетворяет. Поэтому, ну, ничего тут такого удивительного нет, что решение может и не быть. Правильно? Но решение может и быть. Если будет решение в этой задаче, то любой из них нас устроит. Любой из них нас устроит. Тут есть типичная, ну, ошибка, не ошибка, но вот такое, может быть, представление, что в каком-то смысле есть x, которое лучше, есть x, которое хуже. Вот, предположим, у вас есть задача, которая имеет такую форму. Minimize zero. Subject to, предположим, x меньше минус одного. x больше минус одного, но меньше одного. Окей. Вот в таком случае, может быть, кто-то из вас скажет, ну, давайте самый лучший вариант, то есть x равный нулю. Ну, потому что он наименьший по норме. Это неправда, потому что мы не просим x быть наименьшим по норме. Да, вообще все равно. То есть минус один, ну, если это было бы строгое неравенство, то у нас бы устроил бы, не строгое неравенство, у нас бы устроил бы минус один. Ну, а так там, минус 0,5 нас устроит. Что будет? Окей. То есть feasibility проблем, тут абсолютно неважно, какой у нас x. Важно, чтобы мы вытворяли нашим constraint. Если есть вопрос. Можно предположить другой случай, обратный в каком-то смысле. Пусть у нас нет constraints, нет ограничений. В таком случае мы называем это unconstrained optimization. Оптимизация без ограничений. И в таком случае у нас проблема будет выглядеть так. Минимизируй f of x. Переменно это x. Окей. Ну, это как так. Давайте заметим здесь одну деталь. Когда мы говорим про вот эту оптимизацию без ограничений, тут переменная x все равно может в каком-то смысле принадлежать какому-то множеству. Вот обозначим это x каллиграфическое. x большое. То есть, например, x может быть действительным числом. Окей. x может быть действительным числом. То есть, если, например, ваша целевая функция это корень из x, корень из x, то, ну, например, если... Хороший пример или плохой? Вот не знаю. Может, плохой пример. Давайте я в другой пример. Пусть целевая функция у вас это x в квадрате. x в квадрате. Вот в таком случае, если у вас x это действительное число, у вас наименьшее значение целевой функции это будет ноль. Если бы x с другой стороны был бы комплексным числом, то можно было бы и бесконечно уменьшать эту целевую функцию, там, минус i, минус 10i, минус 1000i и так далее. То есть, x сам в себе, хотя и проблема, как мы говорим, unconstrained, да? x сам в себе принадлежит какому-то множеству. Ну, действительных чисел в данном случае, например. С другой стороны, и целевая функция тоже может принадлежать какому-то домену, да? То есть, целевая функция может нас проецировать из домена d в r, да? Например, косинус проецирует нас из... Давайте, arc косинус проецирует нас из множества от минус единицы до единицы на r. Ну, и там, минус p, p, если угодно. Ну, на r пойдет. То есть, у некоторых функций есть домен. И это тоже является фактом. В таком случае, вот эти вот домены, да? Домен для переменной x или домен для целевой функции представляют собой в каком-то смысле неявные ограничения. Неявные. Мы говорим implicit constraints. Ну, вот пример внизу. Минимизируйте логарифмов x. Ну, переменно это x. Здесь, наверное, очевидно, что x должен быть больше нуля. Ну, вот, x должен быть больше нуля. Ну, вот. Ну, как я говорил, если вы хотите сделать, например, arc косинус или arc синус, то у вас ограничение на переменную будет от минус единицы на единицы. И вот эти ограничения, они играют роль. То есть, они не просто так, они важны. Потому что, если вы выйдете за пределы этих ограничений, у вас задача в каком-то смысле становится, ну, теряет математический смысл. Вот. И это так же реально, как и ограничения, которые в явном виде прописаны. Поэтому, когда мы говорим про unconstrained optimization, нам нужно всегда помнить про неявные ограничения, которые там могут быть. Окей? Хорошо. Хорошо. Ну, preliminaries вот эти вот, предположим, что мы закончили. Теперь давайте попробуем порешать задачки. Порешать задачки. Здесь я вас попрошу чуть-чуть поучаствовать. Вот. Ну, задачки простые, поэтому я уверен, что проблем не будет. Вот, например. Вот задачка. Проблема номер один. Минимизируйте x, норм of x. Норму x. Какой ответ у этой задачки? Ноль. Ноль. Совершенно верно. Правильно. Ответ ноль. Очень хорошо. Вы видите, это проблема, у которой есть аналитическое решение. И, ну, оно вот ноль в данном случае. Хорошо. Теперь вторая задачка. Минимизируйте норму от ax. А, у нас нужно x. Минимизируйте норму от этого вектора. Тоже ноль. Ноль. Единственный ответ или можно еще какой-нибудь найти? Предполагайте, тут не экзак. Что вы думаете? Будет ли это единственным ответом? Ноль. Действительно, это один из ответов. Но любой x, который находится в нуль пространства матрицы А, тоже даст нам нулевую норму. Соответственно, разницы между такими x нет. То есть, для этой задачи ответ, ну, если для первой задачи ответ это x равно 0, то для второй задачи ответ это x в нуль пространстве А. x в нуль пространстве А. То есть, вот, пожалуйста, в первый один ответ, во второй, ну, в зависимости от А или 1, это 0, 0 всегда в нуль пространстве А. Или бесконечное множество. Хорошо. Давайте посмотрим теперь на третью задачку. Минимизируйте ax плюс b. Вот здесь, ну, я расписал это снизу, поэтому... Как здесь выглядит решение? Вот это решение задачи мы с вами разобрали на прошлой паре. Это вот как раз эти самые list squares, то, что мы называем. И решение мы помним для задачи ax минус b. Там было ax минус b. И ax плюс b, а минус b минус b. Было x равно a, все, обратное b. Соответственно, поскольку разница между задачей 3 и задачей, которую мы забрали, только в знаке, то задача 3 имеет решение минус a, все, обратное b. Заметьте, заметьте, что здесь, вот я это написал, но здесь я дописал только одно решение. И это одно решение, это list norm, list residual solution. Но вот эта задача, как она здесь написана, она нам просит найти только list residual solution. То есть нас интересует только наименьший остаток, решение с наименьшим остатком. То есть я абсолютно смело могу сюда добавить плюс nz, например, какой-нибудь, где z это любое число, а n это null space. n это null of a. То есть задача у нее решения действительно одно из решений. Это минус a, все, обратное b. Ну, а все остальные решения, это вот в 0% а, которое существует. Если бы я попросил вас из всех возможных решений выбирать только то, у которого наименьшая норма, то действительно вот это уравнение. У него решение было бы, как вы сказали, 0, а у этого решения было бы решение, которое я здесь написал. Но поскольку нигде не указано, что нужна list norm, только list residual, то мы можем любое из этих решений использовать. Окей. Давайте прервемся немного и посмотрим на вот такой интересный факт. Мы помним с вами, что для того, чтобы решить вот эту задачу на меньшем квадратах, мы пользовались тем фактом, что вот эта величина и вот эта величина имеют минимум в одной и той же точке. они достигают минимума в одной и той же точке. И это связано с тем, что норма является просто квадратным корнем из вот этого вот функции, из этой квадратной функции. Вот эта функция, это называется квадратная форма. Квадратик форм, квадратная форма. Вот. А норма является просто корнем квадратным из этой квадратной формы. Извиняюсь за слово квадрат, оно будет втрибляться, к сожалению, у нас очень часто. Вот. То есть это корень квадратный из квадратной формы. И корень квадратный является монотонной функцией, поэтому минимум, который достигается квадратной формой, является же и минимум, который достигает норма. То, что корень квадратный не сдвигает и будучи монотонной функцией, опять же. Хорошо. С другой стороны, если мы взяли бы сумму норм и взяли бы с другой стороны сумму квадратных форм, уже ничего такого сказать нельзя было бы. То есть это замечательное соотношение, что эти две функции имеют норму, которая достигается одновременно, оно работает только потому, что у нас там одна функция. и разница между ними, между функцией здесь, функцией здесь, только в вот этой монотонной квадратной корень. Здесь же разница между ними совершенно не связана никакой монотонной функции. То есть там сумма от корней квадратных от квадратных форм. А здесь просто сумма квадратных форм. Ну, не работает так, нельзя там вынести корень квадратных за скобки или что-то еще. Поэтому уже мы теряем это свойство. И вот как-то и поисповедать за сумму уже нельзя заменять одну другим. Ну, просто интересное наблюдение. И как вы можете себе представить, если бы мы упростили все это до просто векторов, понятно, что сумма норм векторов и сумма квадратов этих норм, ну, разные вещи. Например, вот у вас два вектора. И, ну, понятно, что да, вот у них там есть какая-то длина. Я боюсь, что мы сейчас идем в рассуждение о треугольнике. Оставим это для лекции про MPC. У нас будет лекция про ModelPresitiveControl. Тогда вот мы с вами все это нарисуем красиво, все будет понятно. Но пока я просто хочу обвести ваше внимание, чтобы мы пользовались вот этим фактом. но это работает, не работает для случая с суммами. Окей. Давайте продолжим. проблема номер четыре. Проблема номер четыре. минимизируйте норму х при условии, что АХ равно С. АХ равно С. Хорошо. Ну, давайте решим эту проблему. Все решения уравнения АХ равно С могут быть записаны таким образом. Х равно АПС плюс НЗ, где Н – это нуль пространства матрицы А, а НПС – это вектор, который лежит в row space матрицы А, ну, в пространстве строк. Мы это доказали в конце прошлой лекции. Окей. Поскольку решения в нуль пространстве и в пространстве строк, они друг-другой ортогональны, да, то минимум норм solution, то есть решение, которое дает нам минимальную норму х, оно будет соответствовать нулю НЗ равной нулю. Почему? Ну, давайте я вам напомню, почему геометрически чисто. Вот у вас есть пространство в решении в row space, какой-то вектор, да, это все вектора, правильно? АПС это обратно. С – это вектор, НЗ – это вектор. Вот у вас есть вектор АПС, обратно, С. Давайте я подпишу его. А, так, пинг, вот, А, times C. Хорошо. И другим цветом сейчас обозначу, у вас есть null space solution. Вот здесь. Это у нас НЗ. Сумма этих двух векторов у нас – это вот такой вот вектор, да, давайте его обозначим каким-то черным. Вот это сумма двух решений. Это сумма. Так вот, поскольку они ортогональны друг другу, то вот этот черный вектор будет иметь минимальную норму тогда, когда НЗ будет равной нулю. Причем именно НЗ, потому что пинф А умножить на С, А сюда инверс С, не может меняться. Это констант. То есть у нас нет возможности менять ни А, ни С. А вот НЗ мы менять можем. То есть минимальное решение будет достигаться, когда у нас НЗ равно нулю. Такая вот аргументация. Естественно, это связано с тем, что НЗ и А сюда инверс С ортогональны друг другу. Если они не были бы ортогональны, нам нужно было бы использовать какие-то другие аргументы. Но они ортогональны. То есть если они, например, лежали бы в одной плоскости, то НЗ могло бы компенсировать каким-то образом и С, и у нас бы могли бы, используя НЗ ненулевое, уменьшить размер их суммы. Но поскольку они ортогональны, то единственное, что можем взять с НЗ, это просто в ноль ее свести. Давайте я обращу ваше внимание, пока мы здесь, на тот факт, что я вот сказал, A сюда инверс С, мы не можем уменьшить или увеличить. Откуда я знаю, что мы не можем? Потому что все, что мы можем сделать, это менять X. X мы можем менять. A сюда инверс С, никакого отношения к X не имеют. То есть ни то, ни другое от X не зависит. Z, с другой стороны, от X зависит. Z это переменная. Здесь, ну, легко запутаться, потому что, ну, газе, почему Z есть переменная, почему она не здесь? По факту мы ввели Z вот таким образом. Мы могли бы сказать, что Z равна N транспонированная X. И вот таким образом мы ввели новую переменную, которая зависит от старой. Ну, вот так вот. И, ну, вы можете проверить для себя, что это, ну, все, что это правильно, что нет ни эколога, кодовства. Ну, вот. Но A и C это просто константы, которые от X никак не зависят, поэтому их менять нельзя. Поэтому вот эта вот составляющая row space component у нас константная, а null space component меняется. Хорошо. Теперь в результате всего вот этого сказанного, что мы можем заключить? Что ответом у нас является вот это самое выражение. X равно A sudden verse C. Но заметьте, это же решение нашей list squares problem. То есть, чего мы достигли? Мы достигли того, что мы посмотрели на вот задачу и поняли, что ее решение эквивалентно задаче на наименьших квадратах. Задача на меньших квадратах была задачей нахождения решения с наименьшим residual для AX и Q2C. Ну, или, если быть более полным, можно сказать, list norm, list residual solution. Наименьшее решение наименьшей нормы, которое оставляет нам наименьший остаток. Здесь же мы говорим о нахождении наименьшей нормы решения, которая удовлетворяет этому уравнению. Но решение одинаковое. Разница между list squares и вот задачей номер 4 состоит в том, что задача номер 4 не терпит остатка. Задача номер 4 не позволит вам с остатком что-то решить. Если у вас есть остаток, то, ну, строго говоря, проблема 4 будет infeasible, да, не имеет решений. Но если у нее есть остаток, ой, если остатка нет, то все, решение совпадает с list squares. Наверное, это не удивительно, потому что они, по сути, эквивалентны даже вербально. Ну, вот так вот. Если вас волновало, как доказать эту эквивалентность наименьшего остатка, наименьший list norm, list residual, то вот еще одно доказательство эквивалентности. Окей. Окей. Есть вопросы? Проблема номер 5. Проблема номер 5. Начинаем усложняться. Мы видим, что потихоньку все это становится все сложнее и сложнее. Все то же самое, что до этого. Но у нас появился вот этот d, вектор d здесь. То есть мы больше не минимизируем x. Мы минимизируем x, умноженный на d. Вот что поменяется? Вопрос, да? Что поменяется? Во-первых, x, как и раньше, равен a subinverse b. Хорошо, b. На этот раз неси. Плюс nz. Окей. Где n это все еще null space от n. Хорошо. Тогда подставляя вот это вот выражение вот сюда, мы имеем d умножить на 50-доматрица от a умножить на b. Плюс d times nz. Хорошо. Здесь у нас есть d умноженное на вот эту вот радость. Замечательно. Но это, что мы здесь записали, это эквивалентно проблеме, которую мы уже решили. Давайте посмотрим внимательно. Вот у нас переменная. z. Вот она умножается на матрицу. dn. И вот у нас плюс вектор dA subinverse b. То есть у нас есть вектор плюс матрица на переменную. Но мы это решили. Там будет минус псевдообратная от матрицы умножить на вектор. То есть нам нужно будет псевдообратить вот эту матрицу, умножить на этот вектор, поставить знак минус. Давайте напомню вам, как это выглядит. Вот эта задача и вот ее решение. несложно. Давайте вернемся сюда. Решение получается у нас имеет такой вид. Псевдообратная матрица для вот этой матрицы dn. Вот он наш вектор dA subinverse b. Ну и знак минус. Хорошо. Но это решение в переменах z. Нам нужно решение в переменах x. А x, как известно, у нас равен a subinverse b плюс nz. Ну вот у нас это a subinverse b минус n. И все оставшееся это наш z. Давайте вынесем a subinverse b за скобки. Вот мы вынесли. И у нас в скобках остается i минус n dn subinverse d. Это интересная структура, которая у нас получилась в скобках. Она достаточно характерная. То есть мы часто это видим. Если предположить, что dn, например, у нас обратная матрица, обратимая матрица, то еще красивее становится. Ну пусть даже она не обратимая. Ну да, вот у нас получается вот такая интересная фигурина. Такая интересная фигурина. И вот уровень e8 это то, что я называю аналитическим решением. Давайте здесь перед тем, как мы подзвенимся дальше, я еще пару слов скажу про аналитическое решение. Здесь, чтобы найти аналитическое решение этой задачи, вот то, что я называю аналитическим решением, нам потребуется выполнить, если я не ошибаюсь, две sVD-декомпозиции. Сначала нужна sVD-декомпозиция матрицы А для того, чтобы получить с одной стороны абсиду обратную, и с другой n. И то и другое получается из одной sVD-декомпозиции. Дальше нам потребуется выполнить еще одну sVD-декомпозицию, но уже для матрицы dn. Вот здесь. Эта sVD-декомпозиция нам нужна, потому что dn, ну, n, вообще говоря, не full rank матрица, n не имеет полный ранг. Поэтому dn, dn, ну, мы не будем ожидать, что она будет иметь полный ранг. И использовать какую-то привычную sVD-декомпозицию в данном случае, насколько я вижу, нельзя. Нам потребуется еще раз делать декомпозицию здесь. Пожалуйста, обратите внимание, что открывать скобки с sVD-декомпозицией нельзя. То есть нельзя просто взять и открыть скобки здесь. sVD-декомпозиция не обладает какой-то там дистрибутивностью или чем-то таким. То есть нельзя просто взять, как в обратных матрицах, когда вы, у вас есть full rank матрица и full rank матрица в скобках, обратное от их произведения, это произведение обратных матриц, переставленных наоборот. Здесь такого свойства нет. Вот поэтому, ну, вот эта другая матрица, ее надо будет отдельно вычислять. Окей. Такие дела. Хорошо. Хорошо. То есть аналитическое решение потребует вычисления двух sVD-декомпозиций, то есть это и есть стоимость этого решения вычислительного. Окей. Есть вопросы перед тем, как... Есть вопросы? Хорошо. Если нет, то продолжим. Вот проблема номер 6. Все то же самое, но плюс f. Плюс f. Вот что нам нужно сделать для этой задачи? Для этой задачи нам нужно проделать все то же самое. То есть найти x, который равен a-обратной b плюс nz, подставить этот x вот сюда. И мы получим вот такое выражение. Разница только в том, что добавился вот этот f дополнительный здесь. То есть только в том, что добавился этот f. когда мы найдем z оптимальный, то у нас, как и раньше, вот он, вектор. Он будет умножаться на все обратную матрицу. Ну, вот он, этот вектор. Он умножается на все обратную матрицу. На вот эту. То есть все то же самое, просто дополнительный элемент плюс. Хорошо. Когда мы найдем x оптимальный, мы получим вот эту радость в такой форме. Здесь уже не так красиво выглядит все с выносом за скобки, но мы все еще могли бы это сделать. Вот. Такая форма выражения получилась. Как вы видите, время на вычисление не такое же большое. То есть кажется, что мы решаем задачи, которые все более и более сложные, но тратим на это все меньше и меньше времени. Почему? Потому что каждая предыдущая задача дает вам инструмент для решения следующей. Это вообще очень характерно. Это, ну, что я могу прокомментировать, это чем больше вы таких задач решаете, тем больше у вас инструментов для решения следующей задачи. Если какая-то задача вам не дается, то попробуйте убрать из нее часть компонентов и решить то, что осталось. Потом добавляйте эти компоненты по одному и продолжайте решать. В линии на алгебре это работает очень хорошо, благодаря вот этим вот свойствам, того, что они, распределительным свойствам, как мы их называем и так далее. Зачастую, ну, добавление какого-то элемента, как вот здесь F, меняет задачу только чуть-чуть. Проблема номер 7. Давайте попробуем минимизировать вот такую квадратную форму. с вот таким вот, такими связями, с такими констрейнтами, ограничениями. Предположим, что H это положительно определенная матрица. Предположим, что H это положительно определенная матрица. если H это положительно определенная матрица, то мы можем найти вот такую вот декомпозицию для H. Доказательство, что такая декомпозиция всегда существует, это, ну, ее можно найти. Вот, он не такой уж сложный, но пока можете поверить мне на слово, что такая декомпозиция есть для любой, может, определенной матрицы. Хорошо. В таком случае, если такая декомпозиция имеется, то что мы можем сделать? Мы можем найти такое F, чтобы 2F транспонированной D было равно 7. C транспонированную. Как это найти? Ну, смотрите, D у нас обратимая матрица. Почему она обратимая? Здесь, наверное, можно бы указать, что D у нас имеет ту же размерность, что H. D имеет ту же размерность, что H. В таком случае она должна быть full rank. Если H это NN, то и D NN. Соответственно, мы можем умножить вот это уравнение справа на D обратно и потом разделить на 2. И мы получим, что F транспонированная равно 1 вторая C транспонированной D обратно. То есть, вот это всегда можно найти. А это всегда можно найти, потому что D полного ранга матрицы. Здесь, по факту, это просто линейное уравнение обычное. Просто она транспонированная. И все. Окей. Тогда вот нашу вот эту cost-функцию можно переписать вот таким образом. Можно переписать вот таким образом. И дальше мы можем использовать тот факт, что вот эта функция будет эквивалентна вот этой функции. Сделать проблему эквивалентной тому, что мы решили на прошлом слайде. Давайте про эквивалентность этих двух функций я остановлюсь на этом буквально секунду дольше. Во-первых, в чем разница между вот этой функцией и вот этой функцией? Вот этой функцией, к ней нужно добавить еще F транспонированное F. Если мы добавим к ней F транспонированное F, то она будет равна квадрату вот этой функции. То есть, это будет квадратная форма. Это будет норма от одного и того же вектора. То есть, квадрат вектора и норма этого вектора. Почему мы можем добавить сюда F транспонированное F? Потому что добавление константы к целевой функции не меняет минимум. То есть, целевая функция просто поднимается вверх, но точка минимума остается в том же месте. То есть, добавление константы к целевой функции не играет никакую роль. Хорошо. Отсюда мы получаем, что путем вот такой вот хитрой замены переменных, вот одна замена здесь, другая замена здесь, мы привели вот эту форму к вот этой форме, которую мы решили на прошлый слайд. И решение у нее вот такое. Такая красота. Такая красота. То есть, смотрите, мы даже не пытаемся расписать все решение, потому что мы его уже расписали на прошлом слайде. Все, что мы делаем, это делаем замену переменных, которая приведет нас к тому же самому решению. Вот такие трюки для меня указывают на справедливость использования названия курса нашего Computational Intelligence, в том смысле, что вычисление с умом. Я понимаю, что можно перевести это по-другому, но мне нравится использовать такой взгляд на перевод этого названия. Потому что если мы пользуемся вот такими вот разумными заменами переменных и тем фактом, что часть задач мы уже знаем, как решить, мы можем привести это к той задаче, которая нам нравится, и решить ее таким образом. Если мы все это делаем, то мы экономим время, что важно. Важно экономить и время вычислений, которые тратит ваш робот, ваша машина, ваша система управления, а также экономить ваше время. Все. Задачи нужно зачастую решить относительно быстро. И в этом плане понимание, как все это работает, оно важно. Оно важно. В целом, вы, может быть, уже увидели какой-то паттерн здесь. То есть задача вот с таким типом констрейнтов и с какой-то квадратичной функцией или нормой в кост-функции, они находят какое-то решение. И все это решение сводится к чему-то похожему на list-squares, только с преобразованием, дополнением и так далее. Хорошо. Давайте продолжим. Да, ну ладно, перед тем, как я продолжу. То есть... Да, то есть вот мы увидели вот такую цепочку. Давайте теперь посмотрим на буквально пару проблем, которые являются в каком-то смысле практически ориентированными. Вот weighted pseudo-inverse – это такая прикладная проблема, которая возникает зачастую в робототехнике, в особенности в обратной кинематике. Откуда он там возникает? Зачастую вы хотите найти такое решение для обратной кинематики. Ну, для задачи об ускорения конкретно. Когда вам нужно учесть влияние массы. Допустим, у вас есть робот, у него есть очень тоненькое конечное звено, да, там палец какой-нибудь. И у него есть массивное основание. Вам нужно повернуть этот палец на какой-то угол небольшой. Вот у вас есть вариант использовать шарнир вот здесь или использовать шарнир в основании. Одно и то же движение будет. Если шарнир в основании, может вас повернуть вот так. И вот шарнир вот здесь вот может повернуть вот так. Вы хотите учесть в данном случае вот эту инерциальность системы, да, каким-то образом. И здесь возникает желание дать веса различные псевдообращению, которое там будет где-то иметь место. То есть вы можете сказать, что хорошо, вот толстое звено, его цена, его движение гораздо выше, чем цена движения маленького звена. Это один вариант. Другой вариант, просто звенья друг на друга влияют, и это влияние нужно учитывать. Так или иначе, это возникает очень часто. И это не просто, знаете, какое-то такое пожелание. Это вот прям необходимость. Вот это делать. И отсюда возникает задача о взвешенном псевдообращении. Вот weighted to inverse, взвешенное псевдообращение. И вот такая задача. Давайте рассмотрим, что она из себя представляет. Хорошо. Задача выглядит так. Минимизируйте ax минус b по норме. И норма имеет сабскрипт w. Норма от кого-то вектора с сабскриптом w определяется как корень квадратный, но и не из dot product векторного самого себя, а из квадратной формы. x, w, x. То есть x, w, x. То есть если обычная норма, это корень квадратный из x, транспонировано x, x умножено само себя. В данном случае это квадратная форма. То есть это корень квадратный из квадратной формы. Где матрица квадратной формы – это вот как раз это омега, w. w – это positive definite матрица по определению. Хорошо. Тогда мы можем переписать нашу проблему. Поскольку мы знаем, что корень квадратный еще с монотонной функцией, мы можем от нее избавиться, то мы можем оставить только выражение под корнем. Но у нас там не x, здесь a, x – b. Отсюда вот мы имеем вот такое вот выражение. Здесь я делаю дополнительный один шаг. и это я разбиваю w на произведение двух матриц. Корень из w на корень из w. Вот здесь я использую, обратите внимание, то же самое, что я делал на прошлом слайде. Ну, давайте взглянем на прошлом слайде. На прошлом слайде я сказал, что h равно d, транспонированное d. Здесь я говорю, что omega равно omega square root, w равно w square root, w square root. То есть корень квадратный корень квадратный. Одна вторая – это, помните, это корень квадратный. Степень, одна вторая – это корень квадратный. Это одно и то же. Это одна и та же декомпозиция. Поскольку w – симметричная матрица, мы можем выполнить эту декомпозицию на две симметричные матрицы. Для нас, по сути, ничего не поменяется, если мы напишем тут транспонированные. Ну, разницы никакой не будет. Вот. Вот две симметричные матрицы. Окей. То есть декомпозиция одна и та же, но обозначения другие. Хорошо. Вот эта проблема, которую мы здесь записали, это на самом деле обычный least squares. То есть здесь у нас новая матрица. Вот она, матрица A. И новый вектор. Вектор B у нас – это корень квадратный из w умножить на b. Это наш новый вектор. Отсюда мы можем вот этот новый вектор, вот он, записать. Умножить его на псевдобратную от матрицы. И все. Сколько у нас знак минус под знаком, ну, внутри скобок знак минус перед B, то минус здесь не требуется. Пожалуйста, пожалуйста, вот такое решение. Как видите, задача выглядела сложной. Ну, то есть какое-то новое понятие, взвешенная форма, которая определена каким-то там квадратной функцией. То есть выглядит как будто бы это сложно. На самом деле ничего сложного, потому что мы раскрыли скобки, привели ее к той форме, которую мы знаем, и подставили почву решения. То есть решение оказалось простым. Проблема выглядела сложной. Давайте рассмотрим еще одну эквивалентную проблему, но решим ее другим способом. Это последняя на сегодня. Извиняюсь, если это был перебор с аналитической проблемой. Ну, давайте последнюю посмотрим. Так, задача такая. Это, опять же, weighted student verse. Это задача, weighted student verse. Но в этот раз я назову его с ограничением. Предыдущий был без ограничений, теперь с ограничением. Теперь наша задача какая? Найти решение вот этой системы. Subject tool. Вот такая вот линейная связь. Как вы видите, если посмотреть на это, ну, это эквивалентно тому, что мы решили до этого. То есть мы можем прям остановиться, вот прям здесь сказать, что, знаете, вот это вот. Вот это вот. Мы уже это решили один раз. То есть нам не нужно вообще это решать второй раз. Но давайте будем смелыми и пробуем решить это еще раз. Но теперь используем другой инструмент. Мы можем использовать инструмент Lagrange multipliers. Это множители Lagrange. Метод неопределенных множителей. Мы его называем иногда. О чем он нам говорит? О том, что решение такой задачи эквивалентно минимизации Lagrange, который определен как... Давайте цвета используем. Как целевая функция вот здесь. Плюс множитель Lagrange, умноженный на... на... вот эти ограничения, на уравнение связи, на уровне ограничений. Уравнение ограничений нужно переписать в форме, когда что-то там равно нулю. Поэтому мы ах минус b равно нулю. Переписаем. Теперь нам нужно найти условия оптимальности. Мы помним с вами условия оптимальности с прошлой лекции. Позапрошлой даже. Это частная производная равна нулю по обоим переменам. Ну, давайте запишем это. Частная производная по dL, по dLambda. Это у нас просто наше уравнение ограничений. То есть все как было. Частная производная по x представляет себя вот такое вот уравнение 17. это вот 2x, w это целевая функция. Плюс лямбда a это вот добавочка с неопределенным множителем. Уровень 17 это обычные наши list squares, которые мы знаем, как решить. Но здесь есть приятная неожиданность. Нам не нужно это решать с вызовом пинф, потому что омега это матрица полного ранга. Омега матрица полного ранга. Сколько матрица полного ранга, то мы можем просто перенести вот эту часть налево с минусом. Минус это потеряли, да? Потеряли до минус здесь. Очень хорошо. Здесь у нас переносится на с минусом сюда. Он делится на 2, умножается на омега обратно. Вот эти вот разницы между этими двумя записями понимают в том, что мы транспонировали всю эту систему. Тут у нас x транспонировано, мы сначала транспонируем, потом переносим. Вот. получили вот такую радость. Теперь вот наше уравнение, и у нас есть второе уравнение отсюда. То есть они вот отсюда пришли, эти выражения. Отсюда что мы можем сделать? Мы можем подставить вот это выражение вот сюда. Мы получим вот такое выражение для лямбда, для неопределенных множителей. И вот это вот выражение уже мы решаем используя list squares. То есть здесь мы, видите, нашли решение умножить на 2 и всегда обратив вот эту A W A матрицу, нашли лямбду. И потом вот эту лямбду мы подставим обратно вот сюда. И таким образом мы находим наш конечный результат. Конечный результат у нас получается все вот это умноженное на вот нашу 1,2 omega inverse. 2,1,2 сокращаются и у нас получается вот такое выражение. Зачем я вот это последнее показал вообще? Во-первых, это красивее, чем то, что мы сделали до этого. То есть, когда мы через норму решали, мы там нагородили чуть менее красивый ответ. Он все равно правильный. Вот это выглядит более статически красиво. Это во-первых. Во-вторых, мы здесь не использовали разложение на корень квадратный. Может быть, это хорошо сэкономит вычисление. В-третьих, здесь мы использовали тот факт, что омега имеет обратную матрицу, что может быть хорошо. Но помните, что обратную матрицу аналитически находить нельзя. То есть, это все равно какое-то разложение. Не обязательно СВД. Это может быть так называемая LU-декомпозиция или что-нибудь еще легенькое. Гауссовый процесс или что-нибудь еще. В общем, что-то, что дешево и численно хорошо работает. Ну, обычно любой язык программирования математический имеет встроенные для этого функции. Там, MATLAB имеет backslash, для Python какая-нибудь там linear system и так далее. Зачастую и зачастую это саму матрицу находить не нужно. Вам нужно находить решение линейной системы. Окей, это отдельная дискуссия. Вот, но то, что здесь обратная матрица, это хорошо. Это может быть сделать нам дешевле вычисления. Вот. Но при этом эта обратная матрица фигурирует дважды. Дважды. То есть, она еще она и здесь, но и она и вот здесь. И это, ну, затрудняет обратно наши все вычисления. То есть, вот ценность этого решения в сравнении с тем нужно вот конкретно оценивать. То есть, надо посмотреть, какое будет быстрее для вашего приложения. Вот. И все равно одну SVD-декомпозицию вам придется делать, потому что у вас есть всегда обращение вот здесь. Что еще приятно в этом методе, ну, вы вспомнили Lagrange мультиплайеры, они нам нужны, вот, они нам нужны. Вот. И вот эта форма, ее чаще всего можно увидеть в статьях, учебниках и так далее. То есть, когда кто-то вам показывает аналитическую форму решения вот этой задачи, чаще всего вам покажут вот эту форму. Поэтому, если вы ее запомнили сейчас, то вам будет она знакома. Окей. Мне кажется, это, да, это последний слайд. Итак, в двух словах. Мы увидели целую серию проблем, которые можем решить аналитически. Почти все это сводится к СВД. Мы использовали некоторое количество других инструментов, таких как корень квадратный из матрицы, ну, аналитическое обращение, если угодно. Использовали один раз Lagrange мультиплайеры, неопределенную множество и Lagrange. И все. То есть, инструментов мы использовали мало, проблем решили много. В следующий раз наш фокус сместится, ну, завтра, то есть, от проблем, у которых есть аналитическое решение, проблем, у которых такого решения нет. Но при этом решать мы все равно можем. Вот. И тогда мы в первый раз столкнемся, вплотнуюсь понятием, что такое выпуклое программирование. То, что мы делали сейчас, это все еще, можно сказать, что подкласс выпуклое программирование. Но поскольку это было, с другой стороны, просто линия алгебры, мы, ну, пока еще не почувствовали вот этих, вот, то, что делает выпуклое программирование интересным. Окей? Сейчас мы это начнем. Окей. Давайте я остановлюсь в записи. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Продолжение следует...